Всем привет! Это Историческая Капля и мы говорим с вами о Минске. Это мой родной город и я хотел бы вам рассказать его историю, показать удивительные места и его красоту. Вместе с нами вы заглянете в самые укромные уголки нашего города. Существуют различные предания о том, как же появился город Минск. И в прошлой программе мы рассказали о двух версиях. И сейчас настало время для самой правдоподобной третьей версии. Эта легенда посвящена ремесленковым торговцам, которые собирались на ярмарку в удобном месте на реке Свисович. Кстати, прямо сейчас мы находимся на этом самом месте, где ежегодно проходила ярмарка в Минске. Как известно, первоначальные расчеты деньгами не производились. А был натуральный обмен, так сказать, мена. Считается, что именно это слово стало прародителем названия современного Минска, которое в то время назывался Минск. Несмотря на то, что свое историческое начало город Минск берет с повести временных лет, где монах Нестор датирует его 3 марта 1067 годом, само поселение появилось гораздо раньше. Удивительно то, что первое упоминание города Минска связано с Кропролитой битвой. Между детьми киевского князя Ярослава Мудрого и полоцкого князя Всеслава Чародея на реке Немиге, которая впадает в Свисович и в данный момент течет по трубам через центр города. Наиболее вероятным основателем города принято считать Всеслава Чародея, ведь именно по его приказу была основана крепость на реке Свисович. В крепости находился мощный замок овальной формы, который был обнесен деревянной стеной с башнями. Кроме того, для его защиты был выкопан водяной ров и насыпан земляной вал высотой до 10 метров. В город можно было попасть только через 12-метровые крепостные ворота, которые были оснащены деревянными дубовыми дверями и железными подъемными решетками. В 20 веке появилась версия русских и белорусских археологов о том, что сам город первоначально находился в 16 километрах к западу от современного центра. Это связано с тем, что город неоднократно жгли в течение всей его истории, и люди отстраивали город, перенося его чуть дальше с места пепелища. Крепость Минска оставалась пригодной и вороноспособной вплоть до 16 века. Настолько мощным укреплением она была. Подводя итоги, хочется задать вопрос. Какая из трех версий показалась вам наиболее вероятной? А также, если вы знаете другие версии, предания о происхождении нашего любимого города, напишите их в комментариях, и, возможно, мы снимем новую программу именно с вашей версией.